Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите передачу «Открытый диалог». Меня зовут Сергей Трачанов. И сегодня у нас в гостях директора Люберецкого социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Елена Каменкова. Елена Игоревна, здравствуйте! Здравствуйте, Сергей! Мы предлагаем построить наш разговор, начав с вопроса про ваш реабилитационный центр. Расскажите поподробнее, что это за центр, как давно существует, где он находится? Начну с самых истоков. На основании постановления главы Люберецкого муниципального района в 1993 году открывается Центр семейного воспитания. Основной задачей этого центра – это оказание семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, социальной поддержки и помощи. В 2010 году он преобразовывается и становится государственным казенным учреждением социального обслуживания Московской области Люберецким социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних. Итак, у нас 30 июня 2018 года нашему центру будет ровно 25 лет. Мы приглашаем вас на эту замечательную дату. А как будете праздновать? Ну, как? Мы будем приглашать областные учреждения, у нас в этом уже есть опыт определенный. Мы будем показывать праздничную программу, мы будем делиться нашими формами и методами работы. Да, ну, раз вы нас пригласили, обязательно будем, об этом поговорим чуточку позже. Продолжим про ваш центр разговор. Расскажите, насколько большой он, сколько людей там трудится, делится ли на какие-либо отделения у вас? Наш центр располагается в пяти помещениях Люберецкого нашего городского округа. Отделение участковой социальной службы, где трудятся у нас специалисты по социальной работе, специалисты по реабилитационной работе и психологи. Основной задачей этого отделения – это социальная поддержка несовершеннолетнего и его семьи. То есть, сохранение семьи и несовершеннолетних в них. Форма работы данного отделения – это социальный патронаж, профилактика обстоятельств, ухудшающие условия жизнедеятельности ребенка. На сегодняшний день на социальном патронаже в городском округе Люберца состоит 325 семей и 564 ребенка в этом отделении. Есть еще у нас отделение психолого-педагогической помощи, которое оказывает консультативную помощь семьям и также детям. Есть отделение у нас диагностики и социальной реабилитации в стационарной форме обслуживания. Там находится на реабилитации ребенок, когда оказывается в трудной жизненной ситуации на полном государственном обеспечении. Вы сказали про сложную жизненную ситуацию. Может быть, на примере какие? Вы знаете, даже в благополучной семье всегда в процессе жизни оказывается трудная ситуация. Это мама потеряла работу. Мама воспитывающая одна детей, которая вынуждена отправиться на лечение, а детей деть некуда просто. В этот момент, конечно же, ребенок попадает к нам. Есть такая ситуация, что мама пренебрегает нуждами ребенка в воспитании детей и, соответственно, нигде не работает. Соответственно, в этот момент уже участниками этого процесса выступает участковая социальная служба, где маме оказывается всяческая помощь и поддержка в трудоустройстве, оформление детских пособий, оформление государственной помощи. И параллельно ребенок получает реабилитацию в стационаре. А вот вы сказали, что даже если у родителей не получается в силу занятости своей воспитывать ребенка, они также могут его отдать вам. Правильно я понял? Вы знаете, какие ситуации могут быть? У нас были различные ситуации. Обычная семья, у мамы трое детей. Ребенок третий инвалид. Ребенку нужна была срочная реабилитация в другом субъекте Российской Федерации. Детей оставить некому. Бабушка, дедушка отсутствуют. Она приходит, пишет заявление. И на краткосрочную реабилитацию мы ребеночка забираем к себе. И сразу напрашивается вопрос, бесплатно ли это? Это все услуги центра оказываются бесплатно, независимо от категории детей. А сколько же людей делают? Это потрясающее дело у вас. Вот сколько работников трудится у вас? У нас 123 человека трудятся на благо этого центра. Это как и воспитатели, как и психологи? Питатели, специалисты, психологи, логопеды, учитель-дефектолог, медицинская сестра по массажу, инструктор по лечебно-физической культуре, социальные педагоги и специалисты по реабилитационной работе. Елена Игоревна, вы сказали, у вас есть отделение. Отделение реабилитации детей с ограниченными умственными и физическими возможностями. Расскажите поподробнее, пожалуйста, про это. Это отделение возникло в октябре 2015 года в соответствии с потребностями нашего Люберецкого района. Мы промониторили ситуацию. Оказалось, что с детишками с ограниченными умственными и физическими возможностями и детьми-инвалидами процесс реабилитации как-то ограничен. В здравоохранении свои часть услуг получают, а в детских садах своя часть услуг. А в нашей сфере, в социальной защите, они получают комплексную реабилитацию непосредственно. Куда входит? Это и медицинский массаж, это входит и ЛФК, это входит психолог, это и музыкальная терапия. Непосредственно вот такой вот комплекс реабилитационных услуг для ребёнка. Ну и чтобы наши зрители представили масштабную ситуацию, вот как часто к вам обращаются? Есть ли статистика? Вы знаете, статистика по детям-инвалидам ведётся. Более 720 детей-инвалидов у нас есть в нашем городском округе Люберце. А статистика для детей с ограниченными возможностями здоровья, она у нас не ведётся, она не предусмотрена. Что такое вообще ограниченные возможности здоровья? Это и бронхиальная астма, это заболевание опорно-двигательного аппарата, это и сенсорная аллалия, это расстройство аутистического спектра, это синдром Дауна. То есть ребёнок имеет в своём здоровье какое-то ограничение. Это задержка психоречевого развития, это задержка речевого развития. То есть приходя к нам, ребёнок непосредственно, опять-таки создаётся программа комплексная, индивидуальная под этого ребёнка, да, где прописывается определённый ряд услуг социальных. Это и социально-медицинские, и социально-психологические, и социально-педагогические. Создаётся консилиум, где учитываются потребности этого ребёнка. Если это задержка речевого развития, соответственно, туда включается учитель-дефектолог, либо логопед. Опять-таки проводится сначала диагностика с ребёнком, насколько востребованность каждого специалиста нужна. Но, как правило, детки приходят с определённым рядом заболевания. Например, если, как я уже сказала, что у ребёнка задержка речевого развития, у него могут быть и заболевания опорно-двигательного аппарата. То есть ребёнок, попадая в наше отделение, проходит полностью комплексную реабилитацию. Он тут же идёт, и ему делается лечебный массаж. Ему, значит, опять-таки потребности мамы в психологе. Маме оказывается помощь, психологическая поддержка. Также музыкальная терапия, педагог-топ-образование, арт-терапия, сказка-терапия, библиотека-терапия, анимала-терапия. То есть ребёнок получает полностью реабилитационный курс. У нас создана программа, так и называется, «Вместе весело» на 90 дней, где по окончанию курса ребёнок уходит в постреабилитационное пространство. То есть он отслеживается, также принимает участие в наших мероприятиях различных культурно-массовых. Потому что ребёнок, самая главная, основная задача центра – это социальная адаптация этого ребёнка в общество. Да. Ребёнок до этого находился в семье. Он не посещал ни детский сад, ни школу, но в силу своих ограничений. Ребёнок не занимался никогда совместными детьми. И вдруг ребёнка надо интегрировать в общество, приучить его делать совместную какую-то деятельность. Это даётся по крупицам, но это идёт, это работа. Елена Игоревна, а насколько эффективна эта комплексная реабилитация? Вы знаете, когда ребёнок приходит и проходит диагностику со своим заболеванием, со своим диагнозом, создаётся консилиум из, как я уже говорила, из психологов, из медицинских работников, из воспитателя и так далее, где ставятся определённые цели и задачи. Попадая ребёнок к нам в отделение, обязательно мы должны знать, для чего он к нам поступил. Ставится определённая цель. Что мы хотим от ребёнка? Чем мы можем помочь? Когда ребёнка продиагностировали, а он уже идёт с направлением, с определённым заболеванием, с рекомендациями, тогда уже начинается эта программа. И проходит месяц, проходит мониторинг, обязательно делается мониторинг, насколько эффективно мы двигаемся с этим ребёнком, насколько продвижение идёт. Вы знаете, я недавно увидела такую картину, где у мамы, у ребёнка диагноз задержка психоречивого развития. Мама в возрасте уже родила ребёнка. И ребёнок оказался вот с таким заболеванием. Не говорил. И наш учитель-дефектолог, она ещё делает аллогопедический массаж по Новиковой. И буквально за месяц малыш сказал слово «мама». Мама была не только она, у неё были слёзы радости, наверное, признательности за ту работу, которую она увидела. И это вызывает вообще такие чувства. И, конечно, хочется двигаться дальше вперёд, на этом не останавливаться. Поэтому, проходя второй месяц, опять-таки проводится мониторинг. Правильно мы ли движемся в этом направлении? Все ли услуги мы соблюдаем и оказываем этому ребёнку в том же формате, в котором нужно это делать? И на третьем месяце уже, когда завершающая идёт программа, мониторится ситуация, опять-таки диагностируется, вся ли программа была в полной мере использована для этого ребёнка. И если это так, и, опять-таки, это же специалисты подтверждают, то ребёнка отпускают уже в постреабилитационное пространство. Если что-то пошло не так и где-то упущено, повторяется курс реабилитации. Либо это уже идёт узкий специалист, либо уже продлевается эта реабилитация. Но вы прекрасно понимаете, что ребёнку-инвалиду она нужна будет, эта реабилитация всегда. Да, а вот по чьей инициативе всё происходит? Вы говорили, что есть случаи, когда люди приходят самостоятельно, а есть ли принуждённые? Например, с другими органами забирается ребёнок, с семьи. Вот такие случаи у вас имеются? Вы знаете, личная позиция центра – это сохранить ребёнка в кромной семье. Бывают такие случаи, конечно, когда уже идёт неисполнение родительских обязанностей. Но наша задача центра всё-таки – реабилитация ребёнка. То есть ребёнок уже попадает ко мне в центр, когда в семье ситуация становится просто… Ну, для ребёнка опасно, скажем так, да? Он становится в социально опасном положении. Вот. И в этот момент, конечно же, наша служба, участковая служба непосредственно, она участвует в процессе реабилитации самой семьи. Опять-таки, маму надо трудоустроить. А ребёнок проходит курс реабилитации у нас в стационаре. Уважаемые друзья, прервёмся на небольшую рекламную паузу и скоро вернёмся в эту студию и продолжим разговор. Уважаемые телезрители, мы вновь в студии. Я напоминаю, вы смотрите программу «Открытый диалог». Меня зовут Сергей Тарачанов. А сегодня у нас в гостях директор Люберецкого социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Елена Каменкова. Ну что ж, продолжим разговор. Ваш центр является государственным, и, соответственно, бюджетирование идёт с государственной стороны. Расскажите поподробнее, есть ли у вас информация, сколько на каждого ребёнка выделяется денег? Центр является казённым учреждением, и все средства идут из бюджета Московской области, Министерства социального развития. Но если каждая услуга стоит денежных средств для бюджета, то нетрудно сосчитать. Как правило, когда разрабатывается индивидуальная программа получателя социальных услуг, все эти услуги прописываются. А программа пишется в соответствии с потребностями получателя социальных услуг ребёнка либо родителя. Но мы прекрасно знаем, что в соответствии с 442-м законом об основах социального обслуживания Российской Федерации все услуги детям до 18 лет предоставляются бесплатно. А могут вам обратиться уже старше 18 лет люди? Конечно, конечно. Это уже будет на платной основе? Нет, бесплатно. Всё бесплатная основа, да. Конечно. Любая консультация может оказываться бесплатно. Лена Игоревна, а как люди к вам попадаются? Что надо ответить? Абсолютно надо просто обратиться в территориально-структурное подразделение Министерства социального развития. В нашем округе это Люберецкое управление социальной защиты населения Министерства социального развития Московской области просто обратиться с заявлением о том, что мне требуется помощь. А есть ли такое встречалось у вас на практике, что люди, у которых действительно есть какие-то проблемы, но они боятся прийти к вам, могут подумать, что они будут после этого являться ущербными? Может быть, как-то можно искоренить эту ситуацию, исправить это? Вы знаете, я вот хочу призвать здесь наши семьи, и особенно семьи, которые имеют детей, не стоит замыкаться в себе, если действительно вы испытываете трудности определенные, конфликтные ситуации со своими детьми, это в основном в подростковом возрасте может происходить, и мама или папа не находят общего языка с ребенком, также мама потеряла работу, просто нужна психологическая консультация, экстренная помощь, нужно обращаться, не стоит замыкаться в себе, не носите этот груст на себе, и в любом случае к вам придут на помощь и окажут ее в зависимости от вашей потребности. Если это нужно помочь с трудоустройством, мы всегда рядом. Если нужно ребенку оказать помощь, потому что не всегда ребенок может признать о том, что ему нужна помощь психолога, да, мама видит эту проблему, то в любом случае, мамочки, приходите, мы вам всегда окажем помощь, в любом случае. Но опять-таки, хочу что сказать, в любом случае надо будет написать заявление в управление и описать ситуацию, в чем нужда этой семьи, конфликтная ситуация, либо это имеющая семья ребенка с ограниченными возможностями здоровья, либо это просто одинокий даже папа. Вы знаете, может и обратиться сам подросток, ребенок, который попал в трудную жизненную ситуацию, попал в конфликтную ситуацию. Всегда здесь ему придет помощь, в любом случае. И мы ее всегда окажем. На примере профессионального человека, опытного человека, скажите, что по вашему залогу успешной семьи? Еще с давних времен старцы и мудрецы наставляли, что самое важное в жизни – это создание крепкой семьи. Какой ты фундамент построишь, на таком фундаменте и построишь дом. Поэтому хочется сказать, что те семьи, которые воспитывают детей, не забывайте, что тепло души и домашний уют – это очень важно для ребенка. Ну и, конечно же, это и профилактика здорового образа жизни, проявление каких-то семейных ценностей, традиций. Ребенка надо вовлекать в определенные традиции, в обычаи. То есть непосредственно ребенок должен выступать участником этого процесса. И тогда это будет крепкая семья. Сейчас очень активно используется пропаганда. И считаете ли вы, пропаганда здорового образа жизни, семейных ценностей, считаете ли вы, что это нужно? Нужно пропагандировать это? Конечно. Вы знаете, хочется сказать, что пропаганда здорового образа жизни и семейных ценностей очень важна. Это базовая составляющая семейной нашей ячейки. Потому что наши дети – это наше с вами будущее общество. Что мы заложим в ребенка, то и пожнем. Какое зерно будет вложено в этого ребенка. Для родителей нужно обязательно акцентировать внимание. В каждом городе, в каждом регионе есть такие центры, как ваши? Ну, давайте говорить о том, что даже благополучная семья не застрахована от трудной жизненной ситуации на протяжении жизни. И, как правило, здесь что хочется сказать. Не стоит замыкаться в себе. Если нужна поддержка государства, нужно обращаться. Не надо закрываться. И, конечно же, этих центров предостаточно по стране, по Российской Федерации. В нашей Московской области насчитывается 49 детских центров. Это по Московской области? По Московской области, да. С проживанием также. Также с отделениями тех, которые я назвала, которые у нас есть в центре. Есть еще центры помощи семье и детям. А вот мне вот интересно, где они находятся? Имеется в виду в каких-то определенных городах с большим населением? Или же где ситуация больше требует? Вы знаете, нет, они рассредоточены по всей Московской области так же, как бы, полномерно. У нас недавно был областной семинар. Ко мне приехали 26 представителей центра. Несмотря на отдаленность. Это и Латашино, это и Воскресенск, это и Ногинск, это Железнодорожный, правда, здесь рядом. В общем-то, в каждом районе, в округе обязательно такой центр есть. А могут ли обратиться люди, которые проживают не в Люберцах, к вам? Конечно. У нас есть закон об отдельных вопросах социального обслуживания, закон Московской области, где любой проживающий постоянно на территории Московской области имеет право на бесплатную поддержку государства. У вас сейчас есть возможность обратиться к нашим телезрителям? Что мне хочется пожелать жителям нашего округа? Конечно же, любить детей, именно своих детей. Не бояться проявлять эту любовь по отношению к детям. Научиться доверять им, верить. Любое начинание ребенка поддерживать. И самое главное, это надо научиться слышать своих детей. Вот эти важные составляющие, они у нас должны присутствовать в каждой семье. И тогда, поверьте мне, ребенок полностью отдаст свою любовь и тепло лично вам. И не пойдет куда-то на сторону. И не будет выговариваться, где его услышат. Это самое важное может быть. Елена Игоревна, спасибо за то, что пришли к нам в программу. Уважаемые телезрители, я напоминаю, вы смотрели программу «Открытый диалог». Меня зовут Сергей Тарачанов. А сегодняшней нашей гостью была директор Леберетского социально-реабилитационного центра Елена Коменкова. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова